Аппаратное совещание прошло в Старой Кулатке, где в понедельник работал губернатор Сергей Морозов. Одним из главных вопросов заседания стало выполнение национальных проектов. Наступившая неделя телеком посвящена нацпроекту международной кооперации и экспорт. Общий объем внешней торговли области вырос за прошлый год до полутора миллиардов долларов США. Мы с вами привыкли все мерить не просто абсолютными цифрами, но и процентными. Так вот, к аналогичному уровню прошлого года темп роста составляет более 15%. И это далеко не предел. По итогам прошлого года 102 страны стали торговыми партнерами Ульяновской области. Кроме того, 140 компаний завязали партнерские отношения с регионом. По итогам статистики, которые имеем за 4 месяца текущего года, с января по апрелю, в Ульяновской области экспорт составил 533,80 миллионов долларов США. Это почти четырехкратное увеличение к прошлому году, но это примерно треть от годового экспорта. В основном такой серьезный рост произошел за счет промышленной экспорты. Продукции автомобильной авиационной промышленности. Мебель, игровой и спорт инвентарь. Электроприборы и аппараты связи. Вот основные статьи экспорта. Хорошие показатели по внешней торговле и сельского хозяйства. Важную роль в экспорте играет IT-сфера. И в дальнейшем она будет только возрастать. В продолжении темы губернатор уведомил участников совещания о том, что подписал закон о внесении изменений в областной бюджет. Доходная часть возросла почти на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Расходная на полтора миллиарда. Мы вышли на дефицит, на дефицитный бюджет. Мы понимаем, что это такое. Это дает нам возможность более ответственно вести бюджетную политику, потому что мы не имеем права наращивать долговые обязательства сверх тех норм, которые были утверждены. А с другой стороны, это дает нам возможность увеличить расходную часть бюджета. И таким образом решить достаточно большое количество вопросов. Деньги пойдут на первоочередные социальные нужды. Значительная часть средств будет потрачена на выплату зарплатной платы работникам бюджетной сферы, на мер социальной поддержки, на здравоохранение и образование. Что касается последней отрасли, то губернатор напомнил о разработке областного закона о статусе учителя. Аналогов ему нет ни в стране, ни в мире. Но кроме этого, в Госдуме сейчас разрабатывается закон о снижении бумажной нагрузки на учителей. Законопроект, направленный на снижение бумажной нагрузки на учителей в Российской Федерации, для Ульяновской области будет являться приоритетом. Если даже предположим, он по тем или иным причинам не будет приниматься или затягиваться на федеральном уровне, то тогда давайте подумаем, как разработать аналогичный законопроект на территории Ульяновской области. Обсудили на аппаратном совещании подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Она должна завершиться до 25 августа. Всего в области должны быть приняты 776 школ и детских садов. Из 61-го учреждения, уже предъявленного к приемке, 17 не смогли сразу пройти эту процедуру. Причины, на мой взгляд, смешные. Первое. Отсутствие записи о перезарядке огнетушителей в журнале. Огнетушитель перезарядили, в журнал не записали. А эта документация сопровождается при проверке. Далее. Зная, что придет комиссия по приемке, накрасили все полы, так что комиссия не смогла зайти. Губернатор потребовал более строго подходить к приемке образовательных учреждений. Если школа даже с второго раза не прошла процедура, надо ставить вопрос о занимании должности директором. К строгим мерам ответственности необходимо привлекать и руководителей управления и образования муниципалитета, которые отстают от приемки образовательных учреждений. Глава области на аппаратном освещении также сообщил, что следующий год в регионе будет объявлен годом молодежи. Кроме того, губернатор поручил начать разработку законопроекта о поддержке молодых специалистов. Планируется, что она будет оказываться во всех отраслях. Льготы будут разными. Например, их будут получать при санитарно-курортном лечении. А кроме того, губернатор обратился к молодым жителям региона с просьбой рассказать свои истории успеха в социальных сетях. Егор Дистов, Александр Кудрячев, Новости Управды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин